17 лет назад в Ереване был совершен террористический акт, предопределивший последующую суть внутриполитической жизни Армении во главе с ее преступным режимом. 27 октября 1999 года группа вооруженных лиц во главе с Наири Унаняном ворвалась в зал заседания армянского парламента и устроила бойню, жертвами которой стали 8 человек, включая премьер-министра Вазгена Саркисяна и спикера Карена Демирчана. Впоследствии суд вынес приговор семерым террористам, шестеро были приговорены к пожизненному заключению, один к 14 годам тюрьмы. Между тем, следствие так и не дало ответа на главный вопрос, кто же был организатором кровавой расправы в парламенте. Армянская общественность и сегодня далека от понимания истинных причин произошедшего, при этом никто не верит, что террористы действовали самостоятельно. Есть все основания полагать, что к этому теракту причастен тогдашний президент Армении Роберт Качарян, который для полноты власти был заинтересован в устранении политических деятелей, пользовавшихся большим авторитетом народа. В любом случае и Качаряну, и его преемнику, действующему президенту Армении Сержу Саркисяну, явно досконально известно под оплекой этого теракта. Последний даже как-то пообещал в приватной беседе с братом убитого премьер-министра Вазгена Саркисяна, председателем партии республика Арамом Саркисяном, раскрыть когда-нибудь имена организаторов теракта. Но, видимо, время еще не пришло, ибо карабахская хунта, узурпировавшая власть в Армении с 1998 года, до сих пор не собирается сдавать позиции. Сейчас нет как таковой республики Армения в политическом смысле. То есть тот политический режим, который пришел к власти в Нагорном Карабахе после известных событий в 1999 году в парламенте Армении, он по факту захватил власть в Армении. То есть мы можем говорить о том, что нынешняя Армения оккупирована Нагорно-Карабахским политическим кланом или Нагорно-Карабахским военно-политическим режимом.